Ребята, у нас сегодня новый день. Я в том же платье, мама в другом платье. Потому что я, короче, поняла, мама будет как королева, я тут буду как бомжиха. Мам, скажи им правду. Какой месяц? Нармина беременна. Да, ребята. Не знаю, кто отец. Ребята, я хочу вам сообщить вот новость такую из-за этого... Извиняемся, она на третье. Вы с нами? Так что, вот, ребята, вот такая вот новость. Удивительно. Что? Это называется стилобат. И что это значит? Это, походу, знаешь, называется? Тараканик, только современный эдишен. Пошли, я тебе покажу. Мама, у меня что-то колят ноги. Это, может, признак того, что ребенок что-то ему не нравится. А почему на третьем этаже у нас... Фу, как жарко. Ужас. Вот это вот, вот это. Клощадка, я здесь бегаю. Мама. Мне дышать нечем. Это какой-то Таиланд. Это плохо, сегодня жарко. Таиланд какой-то дышать. Это случайно. Кислорода нет. Я задыхаюсь? Не, мам, я не шучу. Мама, в Алма-Ате даже такой духоты нет. Духоты... Мама. Сейчас мы выкидываем с мамой мусор. И она говорит, что сейчас будет балдеж. Ну, что-то я не верю в балдеж. Дело было ночью, и я не знала, как это все открыть. И как это открыть? Ага, цовоз. А в чем прикол? Потому что ты руки не мараешь. А почему нельзя, чтобы она всегда была открытой? Не надо. Что-то вы в Краснодар что-то... Процветающий? А, серьезно? А-а-а... Слушай. А я просто на парковку выхожу, выкидываю мусор, как бомжара, походу. В Москве. Здесь вот дети в Духоте, это ненормально живут. Вот наши дома. В Москве я уезжала, было 18, мне было по кайфу вообще. Блин, я все равно... Вот люди стремятся к теплу, вот я вообще не люблю теплу. Это вот не мое. Это мое. Вот Москва, вот чисто... У меня устраивает. У меня московская погода, вообще по кайфу. Солнце нет, холодно. Мне зашибись вообще. Ну что, ты вот идешь и спотеешь, воняешь, дышать нечем. Ничего себе. Фонтан прям... Это считается вообще лакшери дома, да? Это считается Москва-сити, как мама сказала мне. Типа, если вы здесь живете... Ну видите, вот это наверху пентхаусы. Вот это мой весь пентхаус. Вот мы с мамой. Мама, признайся, зачем мы сюда все приехали? Мы выкупаем вот этот весь, вот этот весь этот... Вот этот этаж, и мы делаем мне хату шикарную. А то мы поняли, что у меня в Москве маленькая. А маме монтан нравится. Короче, мама себе вот эту маленькую берет, еще бродскую. А я вон тут уберу. Там, короче, тысяча квадрат. Я хочу фонтан. Дейсик, здрасте. Hello. Купили мне абонемент в спортзал, и будем прогонять моего ребенка шестимесячного. Вот, так что будем стройнить, худеть, потому что моя мама сегодня влезла в это платье. Я, конечно, не скажу, что она мне впритык, она у меня свободная. Но тот факт, что моя мать ходит в моих платьях, меня уже начинает немного уже смущать, да? Ну, не нервирует, но, по крайней мере, смущает. Ну, то, что, типа, ты думаешь, тебе 22, и твоя мать, которая сколько лет? Не скажу. Вот, не скажет, что если я скажу, она мне сразу глотку перережет, и даже не спросит то, что я ее дочь. Мама мне вот показывает, говорит, вот, Нармин, это центр. Чтобы вы знали, мама, короче, хочет переехать в Краснодар, и, типа, она... Я говорю, мама, а смысл, типа, как бы менять... Нет, я ничего против Краснодара не имею, но просто зачем менять Алмату на Краснодар, потому что, ну, в принципе, все то же самое. Я вчера ехала, у меня такое ощущение, что это реально... Вон, я прям смотрю, это как будто Алмата. Вот, прямо Алмата, Алмата. Вот, я так на Москве, я так сказать не могу, например. А здесь, смотри, прям все похоже на Алматинские проспекты небольшие. В Москве. В Краснодаре. Посмотрим, когда ты будешь уезжать сюда. Ну, смотри, это же даже вот такие же у нас деревья растут. Вот так по бокам в Алмате растут так же деревья. Мы с тобой сейчас идем как будто по центру, вот около Арбата, вот, есть же? Все то же самое. Единственное, наверное, что я здесь отличаюсь, просто из казахского языка нет. А все, мне кажется, здесь то же самое, и даже Алмата будет. Представьте, ребята, вот это все одна квартира. И еще можно выйти на вот эту террасу. Фиена просто. Вот эта женщина вообще обалдевшая, она подходит ко мне. Нормина, а ты не могла бы меня маму просто больше не называть? О, в этих общественных местах, я вообще в шоке. Там были парни такие симпатичные. Мам, им было по 20 лет, ты угораешь что ли? Парни симпатичные. Они мне, блин, для меня малы. Я тебя разыграла. Это шутка. А, конечно, шутка. Это шутки, история права. Анна говорит, не называй меня, пожалуйста, больше мамой в общественных местах. Вот, ребят, вот Жирок ушел, звезду уловила, теперь он ходит. Чувствуй себя 20-летней. Сегодня, прикиньте, я сижу кушаю, она берет, надевает это платье, выходит такая, такая хаюшки. Я стою, и вообще офигела от жизни. Думаю, ну вообще трешняк, дожилась моя мама. Ничего не скажу. Слов, конечно, нет, когда я ее видела. Очень красивая, очень модно выглядит. Моя мама никогда такая хорошая, такая веселенькая никогда не была. Она прям похорошела. Так что, ребята, меняйте себя, не тратьте свою жизнь на всякую фигню в виде веса. Ресторанчик я за день рождения праздновала. А, ну, хороший день. Мы хотим на Армении диплом отмыть. Да, мой диплом отмыть. Мама мне подарок еще сделает. Он что-то не дарит, пока ничего. Ну, ты что, картье? Ну, что, мы же с тобой ролик с часы хотим. Я шучу. Мам, что ты так странно? Да я шучу, мама. Да я пошутила. Да, по-черси. По-черси. И картье. Ты мне что-то про картье, помню, говорила. Картье? Кольцо тебе вкуснее. А почему у картье есть сережки, браслеты, клоны? Там же не только кольца и чешу. Да я шучу. Она мне такая, я за диплом отчет. Я такая, пойдемте, я тебе в картье что-нибудь купю. А сейчас, видите, уже, уже все. Сначала скажу, а что мы с ним за руку идем? Все, ты же не моя мать. Все, иди сама. Ты же не хочешь быть моей матью? Все, иди. Ребят, я чуть не могу понять, что тут вообще происходит. Тут, короче, собрание каких-то харьков. Просто. Ой, смотри, какой сладкий, какой сладкий. Смотри, сам залез не жду. Да, какой хороший. Вот это кто? Не знаю. Это, по-моему, песец какой-нибудь. Спроси. Девочки, кто это вообще? Вот это лис. А, это лис. Лис, лисичка. Красивый. Лучше, я не понимаю, почему они здесь. Ну, просто с ними фоткаются, типа в деньги за аромат. Ты думаешь? Вот эта девочка сидит. Набросывая 100 рублей. Первая жесть на такую вещь. Все круто. Рублей. Ну, знаешь, Шурика. А, ну, я как бы по спинам не особо узнала их, знаешь? Можешь спросить, почему Шурик ниже этой девушки? Он как-то плане встанет. Да не, реально ниже. Ты смотри, насколько выше него. Значит, дискотека тут у вас в Краснодаре. Мама, ты знаешь, откуда эта песня? Нет. Сейчас, смотри. Ну, ты подумай. Это, короче, из одного мультика. Спокойно. Там в «Рцессе и чудо-веч»? Нет. Сейчас там будет репев. Если мы его не пропустили. Походу, пропустили. Сейчас, сейчас. О, спасибо, мам, что ты меня научила петь. Мама, знаете, сколько бабла отдала на репетиторах по пению? Я считаю, что не зря. Вы слышали? Давай эту историю. Да ладно. Это окс. Мне настолько жарко, что я уже собрала пучок. Мне кажется, что я сейчас просто помру от жары. Просто нереально жарко. А сейчас уже девятый час вечера. Солнца нет и ужасно жарко. А в Амату, точнее из Москвы, я ехала в Коксе. Короче, это какой-то трэш, ребята. Я, честно, поняла, что жара – это не мое. Просто не мое. Маме тут налили. Вместо шоколада – ваниль. А я че купила? Ну, скажешь. Ох ты мой. Кстати, когда я знала... Почему тебе налили? Всегда. Короче, у меня есть такое в жизни свойство – всегда все переделать. Мне всегда приносят что-то не то, что я заказываю. Всегда что-то менять. Когда сейчас у меня парень спрашивал, ваниль я буду или шоколад, или клубнику, я сказала ваниль. Но я была на 100% уверена, что он мне сейчас нальет не то. И вот так, мама, у меня всю жизнь. Вот у меня такой уже не было никакой. Вот всегда. Да, я не знаю, с чем это связано и как с этим бороться. Мне всегда приносят что-то не то, привозят что-то не то. Ты заказываешь ящик, тебе привозят полку. Ты заказываешь один цвет, тебе привозят другой цвет. И вот так постоянно. Собачка вот огромная ходит. Краснодарский волк. Главный магазин Краснодара. Где это происходит? Кто-то поет. А, это же... Это просто музыка. А, вот он. Он сказал, что у него давление от меня. Что тут происходит вообще? Что это было? Он сказал, что у него давление от меня. А потом что-то сказал? Я снялся. Мама, мама, мама. Мама старичкам подказывает. Это вообще шок. Что у нас происходит? Зашла, значит, здесь в магазин. Хочу себе купить купальник. Красный. Так говорю, мам, слушай, а красный привлекает себе внимание на пляже. Прям перебор. Она такая, кому-то там нужна акула? И такая, спасибо, мам. Смотрите. Смотрите, какая прикольная. Смотрите, в бурских шортанах я чувствую себя просто коммер Макгрегор. Вот такой же. Мне вообще зашиблись. Спортики. Ну, как бы я вообще не перефил эти, да? А слово совсем? Меня заставили. Ну, что ты? Ну, я худею тебе, мам. Ну, конечно. Талия у меня по факту худеет твоей. Давай вот так сделаем. Так, в грудь больше. Делай не в груди, а в талии. Талия у меня меньше. Ой, с вами спорят. Мам, ты не перечеголяла? Я худею. Смотрите, я, короче, такая. Слушай, они реально неплохо смотрятся. Я приехала сюда без леггинса. Покупилась и только вот такую корту, потому что леггинсы у меня вообще позорные уже. Хотела здесь купить себе... Хотя у мамины не захотела, у нее какие-то непонятные. И, короче, надела мужские шорты. И я, знаете, чувствую себя вообще офигенно. Мне как боксер просто. Знаете, ей же. Мама у тебя такая крутая на дорожке, а я не хочу, потому что я себя поранила рану, кстати. Я вам сним... Ой, поранила ногу, кстати, тогда, когда я снимала видео. Слушай, я так посмотрела себя, мне, в принципе, я поняла, в спортзал можно и не ходить. Ну, таро у меня есть. Ты вгоряешь? Ты мою сравни. Просто, блин, ну нет у тебя, мама. Не такая, как у меня. Давай, давай по факту. Давай по факту. Дело не в груди, блин, мама. Ты по плечам смотри. Давай. Звезду словила жестко. Мам, ну с мою сравни свою. Нет. Моя меньше, я вижу меньше. Слушай, а что сантиметку про сантиметку? Давай в сторис. Сними вот это. Чего? У кого меньше, да? Иван, у меня тоньше. Хоть угробей, у меня тоньше. Видишь у меня какие там проемы? Ой. Вот здесь уже сейчас. Очень уже устала. Мама меня вымотала. Эта женщина носит... Я уже сделала 500 раз на этой штуке. Я такая, мама, что ж ты с тысячей не сделала? А? Я монстр. Ну ты, я монстр? Ну я, конечно, как Лютик занимаюсь сейчас, да, немножечко? А, кстати, видите, какой красивый Давид. Зашибельная, да? Классная идея. Микеланджело аж офигел бы от жизни. Что? Его Давид, его сотворение станет рекламой какого-то фитнес-зала. Удобно, что фитнес-зал находится прямо в этом, внизу, в доме, что не надо прям даже никуда не идти. Не спустился, и вот тебе уже собственная и порта. Так, сейчас мама что-то мучит, не пойму что. Поставил эти маленькие сладкие гиречки, блинчики. А, румынскую тягу будешь сделать. Понятно. А, что, пробовала, решила, да, накачать? Куда тебе, мама?